Старик Не до речи от села, там пшеницу продавали, деньги счетом принимали, и с набитую сумой возвращались домой. В долгом времени, а вскоре, приключилось с ними горе, кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужики такой печали, отродясь они видали, стали думать, догадать, как бы вора соглядась. Наконец они смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами подперечь, злого вора постеречь. Только начало смеркаться, старший брат пошел сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Царь-салтан удивится чудом, а если только жив я буду, чудный остров навещу, у ведона богащу. А ткачиха с паварихой, с Ватей и папой-паварихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись, испотихо, говорит царю ткачиха, что тут дивного. Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь, правду нет ли, говоришь. В свете есть иное диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет наберег пустой, разольется в шумном беге и чутится на бреге. В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька-черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо, гости умные молчать, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан-девица, а Гведон-то злится, злится. Зажужжал он и как раз, четкий сел на левый глаз. Шткачиха поплетнела, ай, и тут же окремела. Все кричат, лови, лови, да лови ее, лови. Вот уже, постой немножко, погоди, а князь в окошко. Да спокойно в свой удел через море прилетел. Субтитры сделал DimaTorzok